Всем здорова, я снова на проекте Смотра Рейдж и сегодня у нас обзор на один из самых странных автомобилей, которые добавили в прошлое вновь, это Ziker 001 И у многих людей возникает вопрос, зачем же его добавили, ну это электричка, а электричество у нас на сервере бесплатное И спрашивают, зачем его добавили, если у нас в принципе есть i8, у которой максималка 330, у которой рулежка гораздо лучше, чем у Ziker и ускорение, и торможение Короче, i8 в принципе очень популярный автомобиль, и Ziker и i8, они находятся в бизнес-классе, в таксе, поэтому зарплата и там и там в принципе одинаковая Но несмотря на это, мне рассказал Эдик, сколько Ziker купили в первый день, и после того, как их, ну их добавили случайно в премиум в таксу Но после того, как его убрали из премиума, мне Эдик сказал то, что их все равно продолжили очень хорошо покупать, сейчас Ziker на сервере очень много Поэтому вот, сегодня на него обзорчик, посмотрим, что этот автомобиль из себя представляет Во-первых, что он из себя представляет, мне реально нравится, как он выглядит по внешке Это у меня сейчас нет еще, кстати, кванта, у меня там стоят не все ультра, тем более зимой на ультрах Есть некоторые баги с освещением, с пересветами, с мылом, со всей вот этой вот херней Короче, мне на самом деле нравится, как он выглядит Это как минимум необычно Сегодня спрашивали, за сколько можно там купить i8, купить, продать Люди писали там 9-9,5 миллионов И в принципе с Ziker'ом то же самое А, кстати, мне вчера человек, наверное, 5 написал, чтоб я его им продал Один чел не дождался моего ответа, купил его с ГОСа И еще одному чуваку, который написал один из самых первых, я его сегодня продам за 9 миллионов То есть, да, я катаюсь на Ziker'е, мне постоянно продай, 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 продай И не только подписчики, и в личные сообщения, и в Дискорде, и в ВК, и в комментариях Последний чел, кстати, вообще написал в комментарии Куплю Ziker, поэтому вот чел, короче, оттаксует, заработает денег, купит у меня его Поэтому тачка реально популярная А что про нее сказать? Внешка интересная Типа салон, ну, как всегда, в GTA 5 в тачках Плюс-минус более-менее сделан нормально Тем более новые автомобили там тоже достаточно хорошо выглядят Из минусов, нельзя покрасить, как я понял, колодки Хотя, кстати, я не заходил в дополнительные цвета Может, слушайте, колодки у него тоже перекрашиваются Кстати, тысячу раз хотел уже это сказать Постоянно забывал по поводу таймингов в такси Вы же можете не открывать какие-то секундомеры на телефоне Или еще где-то в эскейпе Показываются секунды Поэтому вы вот по вот этим вот секундам Когда таймер сбросился, можете определять И сегодня я примерно полтора часа Нет, наверное, поменьше Короче, сколько-то я откатал сегодня в такси А, тут не показано именно за сегодня после рестарта Короче, дохера я откатал в такси Посмотрел то, что у меня таймер сбрасывался ровно в 10 секунд И я катал примерно час И ни разу он не сбросился в какую-то другую секунду То есть, если вы все время в такси все делаете по таймингам То у вас все в итоге получается ровно по одному и тому же таймингу И не надо постоянно обновлять там смотреть во сколько обновляется таймер Вы просто нажимаете эскейп, смотрите секунды И вот по этим секундам, короче, все нормально работает до перезахода Если кто вдруг не понимает, что я говорю, чтобы в такси зарабатывать полмиллиона Можете пойти посмотреть мой прошлый видос Вчерашний И сами прекрасно все поймете А по поводу внешки на Ziker, разумеется, ничего поставить нельзя Есть только тонер, ксенон и неон В принципе, все как и всегда А по поводу внутреннего тюнинга У него такая же цена примерно как у i8 Сколько там? 550-600 тысяч за движку Ну, короче, я думаю Кстати, я турбину ставил на него Кстати, я даже турбину на него поставил, окей И если вдруг спросите, что это за цвет Это просто дефолтная девятая пленка Тут так-то очень много прикольных красивых пленок Вот эта, кстати, 22 мне тоже, кстати, нравится Я на кванте, короче, пленки не работают Давайте посмотрим Я сейчас без кванта, да, играю зимой Типа без кванта игра выглядит красивее, чем с квантом Перламутр работает ли на пленках? А, на пленках еще и перламутр работает, прикиньте Только он так, лайтово работает Ну, короче, да, вот если взять сильвер То, например, вот эту пленку можно осветлить Прям неплохо Давайте посмотрим, как это будет выглядеть Потому что, окей, 100 тысяч, типа, недорого Так, основной цвет кузова Кстати, прикольно Когда вы сделаете основной цвет кузова Вот здесь на приборке На этом планшете тоже меняется цвет кузова Прикиньте Вот такое я первый раз вижу Прикольно Так, ну, у меня он белый Поэтому белый я оставлю Так, интерьер Нет, интерьер Это у нас на самом деле меняется интерьер Поэтому суппорта тормозные Перекрасить нельзя Км, это плохо Ну, ладно, в принципе Желтый и желтый Че бубнить Он, кстати, изначально у него цвет, да, по-моему, желтый Блять, на него надо винил такси Потому что сейчас все покупают i8 и зикеры в таксу И катают на них прям вообще кайфуют На зикер по-любому нужен винил такси Винилов на него, само собой, нет Это неудивительно Какая у нас сейчас зарплата на зикере? Давайте это мы с вами узнаем Это сделать, в принципе, легко Да, кстати, хорошие новости Вот хорошие новости Я думаю, вы видите хорошие новости Саня с Эдиком уходят на отдых Ну, разрабы Они сказали то, что сейчас тестовый сервер включить мне не смогут Потому что если одновременно включен будет тестовый сервер и основа Основа будет умирать при таком онлайне Я не знаю, как это работает Как это совмещается Еще что-то Но, короче Да и в любом случае тестовый сервер заливать Он опять будет лагать Короче, мне не успели в любом случае открыть тестовый сервер Поэтому основной сервер сейчас это тестовый сервер для меня А, я не могу одновременно в курьерке работать и на такси Удивительно Не знаю почему Зачем? Это же типа совершенно разное Ладно, хер с ним В принципе, ничего страшного Вы просто потом нажмете F5 Начать рабочую смену И будете кататься в курьерке Да, я в курьерке покатался на зикере Для того, чтобы посмотреть, как он рулится Как он едет И мне, кстати, понравилось И то, сколько денег на нем можно заработать в курьерке Я тоже проверил По поводу чипа Вы когда едете газ в палац Он почти почему-то, короче, не рулится Я не смог от этого избавиться Но мне реально понравился чипец Потому что, когда вы просто отпускаете газ В повороте, смотрите Он начинает прям жестко вруливаться Прям аж разворачивая То есть, если придрочиться И в повороте, короче, отпускать газ И потом нажимать То он очень стабильно себя ведет И даже если его начинает заносить Просто газом его выпрямляет очень легко Так, мы забьем хуй на все это Сразу пойдем отвезем заказ Посмотрим сейчас чистую зарплату И я знаю уже, сколько за час у вас будет заказов Сколько за час у вас будет оплачиваемых минут Потому что оплачиваемые минуты Они только в тот момент, когда у вас пассажир Ну, точнее, когда вы заказ приняли То есть, пока там ищется заказ Еще что-то Это время не пишется, когда вы заканчиваете рабочую смену Погодка, конечно, не очень удобная Но давайте я проеду вот посюда Как раз покажу еще, как этот зикер себя ведет Да, чипец можно настроить, перенастроить Что-то еще с ним сделать Но мне, в принципе, нравится ускорение Мне понравилось торможение на таких настройках подвески Да, оно не самое идеальное Да и тачка, в принципе, не самая идеальная По хендлингу Но мне прям реально понравилось На ней очень приятно ездить И я даже, когда катал заказы в такси Я не ехал к заказу И афк-шал стоял Я вот примерно так же делал То есть, если я вижу тоже заказ в ЛС Я начинаю ехать вот по этой дороге Для того, чтобы на ней покататься То есть, тачка стабильно ведет себя на кочках Опять же, газ в палац в этот поворот не пройдете Но если вы газ вот так вот подотпускаете Вон, он вруливается вообще хорошо Скорость, разумеется, почти не теряется И вот, да, он выпрямляется То есть, мне прям тачка зашла Но мне эта тачка не нужна Потому что я Lotus себе купил С салона за 50 миллионов Полностью его затюнил Мне пришлось еще, короче, таксовать Для того, чтобы настроить на нем подвеску Развал, там, ширину колес И поставить в осаны То есть, я абсолютно все деньги потратил на Lotus То есть, все мои деньги сейчас Это, чтобы вы понимали 747 тысяч в банке И, о, кстати А, нет, в банке у меня нет ничего В банке у меня 250 рублей Вот, 747 тысяч, это все мои деньги И здесь я смогу сегодня вывести еще лям 200 Там пассажир просит ему радио включить Поэтому включим Так что, вот, да Когда эти тачки из Battle Pass Я буду продавать Я, разумеется, эти деньги Буду просто сливать в казик И, ну, сейчас я, получается Не буду просто снимать деньги с конторы Ну, короче, не буду вас обманывать То есть, деньги, которые я Ну, тачки, когда я продам Эти деньги я себе оставлять не буду Само собой Да, если даже я их оставлю Это же, ну, просто будет неинтересно играть Это будет блат Тогда пропадет вообще смысл Формить все самому Короче, по поводу зикера По поводу хендлинга Я думаю, вы и так все прекрасно видите Кстати, да Ладно К этому я перейду чуть-чуть попозже Я же откатал движки Как раз вот по вот этому участку Самому сложному И, как вы видите, тачка стабильна Но к этому перейдем еще чуть-чуть попозже Я прям покажу видеоряд Еще покажу, кстати, парочку рофлов Ну, если брать дальше движки То сюда эта тачка тоже очень комфортно заезжает Прям подвеска Она вроде как-то себя очень странно ведет Как-то по-еблански Но почему-то все равно стабильно И вы прям прекрасно понимаете Как будет себя эта тачка вести Да, чипец Я все равно вам покажу Чтоб вы его поставили, например И уже от него отталкивались Потому что главное взять Хоть какую-то основу А дальше уже настраивать как хотите 31.842 у нас вышло за 4 минуты сейчас И делим на 4 Это получается 7.960 У нас зарплата в минуту А за час у вас будет примерно 58-59 оплачиваемых минут В зависимости от того, как вы будете попадать в тайминги Если я попадаю в абсолютно каждый тайминг У меня вот получилось А, ну нет, 58 или 57 минут Ну давайте возьмем 57 Ладно, что-то среднее 453, 454 тысячи 460 у вас будет выходить чистыми на зикере Без шуток Серьезно Посмотрите мой прошлый видос Если у вас не получается столько зарабатывать Просто чекните мой видос И вы сами все поймете И вот, да Пруфы тоже за 4 минуты 31.842 Это уже с вычетом налога Бензин, как вы понимаете Электричество бесплатное Кстати, я думал Саня уже отдыхает Но он еще нет Еще Ну хотя для него может пока что отдых Это на сервере поиграть Потому что у него столько забот было То, что он даже спокойно посидеть Поиграть не мог на серваке Так, с этим разобрались Давайте покажу вам чипец Покажу, что можно понастраивать в нем Для того, чтобы вам было покомфортнее Хотя, не знаю Я не совсем сильно очень хорошо понимаю в чипе И не понимаю, какая проблема сейчас есть в зикере Может быть то, что он под газом рулится не очень хорошо Рулится без газа хорошо Но мне наоборот это нравится Когда тачка немного understeer Вы нажимаете газ Ну короче, такой вот тактос Мне нравится Прям реально интересно кататься Тем более на такси Когда вам торопиться некуда Прям заебись Трансмиссия и управляемость как всегда Тормоза в принципе Ну можно 0.83 поставить По-моему он немного лучше тормозил Просто с нуля настраивал чипец Выбор от колес В принципе я могу поставить 30 Для чего? Для того, чтобы когда вы отпускаете газ Его так сильно не сносило Но управляемость все равно была хорошая 5.4.5 27.0.1.0 В принципе все как всегда Я поставил силу подвески 4 Мне не понравилось Поэтому я поставил 3 Давайте сейчас попробую 2.5 поставить Интенсивность хода подвески Не знаю 1 и тут 1.3 Не знаю Сейчас скажу Изменилось что-то или нет Максимальная высота И минимальная Вы ее тоже можете настраивать Короче, вот эти вот 5 параметров В принципе позволяют Настроить вам тачку Так как вы хотите 1.2.3.4.5 Да И высота подвески Тут уже Были мифы о том Что подвеску надо ставить В тюнинге В самый низ А уже настраивать здесь Кто-то говорит То что здесь надо ставить На 0.0.0.0.1 А в тюнинге уже настраивать Так как вам нравится Поэтому не знаю Тут уже короче Сами думайте Как хотите Что изменилось Он как будто стал речи Вот на таких вот параметрах Которые я сейчас поставил И как будто с газом Он лучше рулиться начал Нет, нет, нет Такие параметры не ставьте Ставьте такие Как я изначально показал Мой тактоз По поводу чипов какой Я всегда ставлю Чип с ригеры Который просто у меня В голове уже есть И от него отталкиваюсь Меняю в основном Только первые 3 параметра И смотрю на жесткость Четвертый типа И пятый параметр В подвеске Грубо говоря Отвечает за жесткость Я вот так вот жесткость Настраиваю То есть Сначала первые 3 параметра Настраиваю Чтоб мне нравилось Как тачка едет 3.1.5 1.5 По-моему так стояло А потом уже настраиваю Эти максимальную Минимальную высоту Да, вот то как он Сейчас едет Меня в принципе устраивает Опять же Он ведет себя На кочках стабильно Его не разворачивает Это идеально Для движек Ну заказ на курьерке И едет прикольно Когда вы отпускаете Газ на нем Прям приятно Прикольно Проходить поворот И проезжать Это уже для такси Просто чтоб Покататься из точки А В точку Б Торопиться там некуда Хоть сто раз Разъявитесь по пути Ничего в принципе Не произойдет Заработайте вы денег Столько же Поэтому А да В курьерке кстати На нем на движках Можно заработать 400 косарей Прям вообще легко Сейчас покажу Пруфану Как я считаю Я взял заказ Отвез заказ Разумеется На движках И потом еще Не сразу остановил запись А вот сюда вот Сначала приехал И еще 3 там 4-5 секунд Постояло пока Ну грубо говоря Что взять заказ Там уехать Развернуться Почему 6.10 Получилось 6.09 Потому что Смотрите короче Что произошло Я заебался У меня за последние 3 дня Я так раз 50 уже улетел А вот Кстати по поводу Стабильности Давайте покажу Как он едет Здесь в принципе Все понятно Вот этот вот заезд У меня здесь На ригере Было очень много проблем Здесь прям Ну все Комфортно Тут можно Можно даже было Быстрее ехать Меня б не разъебало Вот здесь вот В принципе проблема То что тачку Могло развернуть После этого трамплина Меня не развернуло Хотя это может Не чип Может это уже Скилл Просто я сколько раз Уже эти движки Проехал Просто пиздец И вот здесь Тоже себя тачка Ведет достаточно стабильно Не разворачивает Ничего вон Видите да То есть вроде как Меня должно было Сейчас переразъебать Но вроде все нормально И вот Ну вот зачем Вот откуда Ты тут взялся Чел Разумеется тут немного Времени Ну как немного Секунд 5-7 наверное Проебал Ну ладно Это не суть И когда я ехал обратно Ну вот Что за Приколы Вот кстати да Опять можно заметить То что тачка Очень стабильная Почему то Смотрите Оп Как меня развернуло Если б я тут был На ригере Вот так Я бы сейчас уже Вот здесь вот где то В этом заборе Короче был А здесь все просто Стабильно дальше поехал Еще и на максималке И конечно же Вот Вот Ну Я еще написал Да сука Потому что я Уже какой раз Разъебался Так за последние Пару дней Ну и потерял Еще разумеется Секунд тут 5 Но Даже несмотря на это Чистыми вышло На курьерке 400 косарей за час Вышло бы Если б я так дальше Продолжал кататься А так то Разумеется Можно и больше заработать А У меня тут есть инфа На зикер Я написал Движки 400к И когда то Я проверял На i8 Движки Я идеально Это на тестовом сервере Идеально я проезжал И зарабатывал 420 косарей в час На идеальном чипе На Центенарио 450 Можно заработать Центенарио Это кстати наверное Одна из лучших тачек По хендлингу Даже Гула Который катался На 911 Очень много Он взял Центенарио И сказал Охуеть она едет Ну то есть Центенарио едет Примерно как Сиан Только из-за того Что у Центенарио Скорость меньше Немного чем у Сиана На нем еще комфортнее кататься Потому что чем меньше скорость Тем еще лучше Управляемость ощущается И на Центенарио У меня выходило 470 косарей в час И вот вам опять Тактос Вы можете кататься На курьерке Катать движки Либо какие-то другие Заказы 10 левела Комфортно И когда вам это надоест Можете идти в таксу Если вам надо По АПКшить Там пожрать Еще что-то поделать Там ТикТокш Ютуб посмотреть Сериальчики Еще что-то Когда вам опять Нужно поразвлекаться Покататься Покайфовать Опять идете Грубо говоря На курьерку И Зикер для этого Ну прям идеальная тачка Поэтому Курьерка и такса Отлично А если у вас еще и фура есть У меня кстати фура есть Я ее пока что Никуда не продаю Хотя может быть Скоро придется Знаете ли То еще и кататься На курьерке Прям имба Поэтому если вы Никуда не торопитесь Покупаете Зикер И потом комфортно Идете до Лотуса Лотус потому что Ну про Лотус Мне придется отдельный видос Снимать Потому что на Лотусе Это премиум Там максималка 360 И управляемость Как будто Даже лучше Приятнее чем у Зикера Правда люди пишут То что Лотус это Дрифткорч Ну я не знаю Я привык Мне понравилось Я под себя настроил Чипет Поэтому Да На вашем месте Я бы взял Зикер или Ай-8 А потом взял бы Лотус А после Лотуса Не веру В принципе можно Правда сколько она сейчас стоит Это просто охуеть Наверное можно Она с прошлого Батл Пасса А прошлый Батл Пасс Был очень сложный И это еще была Последняя тачка Там еще могло Три тачки выпасть Ну точнее Из трех тачек Одна Поэтому да Тут сложно Ну а так да Грубо говоря Когда вы покупаете Лотус А по эти 10 левел На курьерке И у вас есть фура Вы грубо говоря Прошли игру И просто можете Очень комфортно Зарабатывать Чилить И не просто фармить А это прям реально интересно Такси мне понравилось Можно и по АФКшить Можно и покататься Если вижу заказ там На 8 километров Например куда-то по трассе В Сэндик Вот сюда То я могу Вот посюда поехать Я могу посюда поехать Я могу посюда поехать Я могу поставить Дрифтчип И проехать эти вот Все повороты в дрифте Потом убрать дрифтчип И пойти там на курьерку Покататься Так что Это наверное больше Не обзор был Зикера А обзор того Как правильно жить На сервере Я не знаю Но совмещать курьерку И так что Это реально имба Я прокатился сейчас На курьерке Да зарплата конечно меньше Чем в такси Гораздо меньше Чем в такси На 60 типа косарей Но зато это прикольно Это разнообразие Если вам нужна Супер идеальная зарплата Вон идите на дальнобой Там и АФК И зарплата И все на свете Поэтому все Всех люблю Всем спасибо Тоже смотрели Ждите следующие видосики Там тоже будет интересно Там будет обзор Вот этих вот автомобилей Правда у меня Не будет на основном сервере Денег на тест Ламбы Новый Золярт 250 Или сколько она там стоит Это я уже только На тестовом сервере Смогу сделать Когда Саня с Эдиком С отдыха вернутся Но в любом случае Контента нормально Навалю вам Всех люблю Всем спасибо Тоже смотрели Заходите на сервер Вводите мой промокод Гларес Если еще тут не играете Кстати странно Если вы тут еще не играете Всем пока Подождите Давайте небольшой бонус Субтитры сделал DimaTorzok